До старта единого государственного экзамена остается чуть больше двух месяцев. К итоговой аттестации готовятся не только выпускники, но и их родители. Чтобы поддержать своих детей и понять, что такое ЕГЭ изнутри, они сели за парты и выполнили экзаменационные задания. Подробнее об акции ЕГЭ для родителей расскажут мои коллеги. В этом году единый день сдачи ЕГЭ для родителей прошел в 16-й гимназии. Перед тем, как занять места в аудиториях, у мамы и папы люберецких выпускников изъяли мобильные телефоны. С собой только паспорт и школьные знания. Переживаешь вместе с ребенком. Все это должен. Ты вначале прочувствуешь, потом прочувствовал это ребенок. Чтобы поддержать его в чем-то, где-то что-то настроить. Это и есть главная цель проведения акции. Еще во время таких пробных ЕГЭ оттачиваются действия педагогов, которые отвечают за организацию и проведение экзамена. Ознакомился с тем, как выдается бланк. Вначале заполняются все строки необходимые, и потом уже проходят тестирование по ответам. Конечно, процесс важный для тех родителей, у кого дети выпускаются из школы. И, конечно же, от результата ЕГЭ будет зависеть дальнейшее поступление. Это на самом деле и для родителей акция. Она так и называется ЕГЭ для родителей, чтобы родители были спокойны. Что детей ждет комфортная, спокойная обстановка во время боевых экзаменов. Но педагоги, в свою очередь, тоже все свои силы аккумулируют, собирают все свои знания, вспоминают все то, чему их научили в течение учебного года, и реализуют эти знания непосредственно уже на процедуре проведения ЕГЭ. Родители люберецких школьников прошли весь процесс сдачи ЕГЭ по русскому языку. Теперь очередь за выпускниками. В этом году основной период единого государственного экзамена стартует 26 мая и продлится до 20 июня.